Республика Молдова. Несколько слов о ситуации там. В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности. 8 июля в эфире передачи темы на канале Primal in Moldova. Глава представительства ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что ЕС, хотя и не требует от Молдовы введения санкций против России, не будет рад, то есть Европейский Союз не обрадуется, если Кишинев к ним присоединится. То есть будет рад тому, что антироссийские санкции также начнет реализовывать и Молдавия. То есть, еще раз, Молдавия не является членом Европейского Союза. Европейский Союз и вообще все либеральные западные режимы постоянно декларируют свободу, независимость, суверенитет, исключительно добровольную солидарность. И тут такие заявления, что, конечно, не требуют, но будут рады, если Молдавия присоединится. Но, видимо, если не присоединятся, то будут не рады. То есть, таким образом, публично напомнили молдавскому руководству о необходимости соблюдения евросолидарности, но то, как на Западе ее понимают. Потому что истинная солидарность — это добровольность посыла, это равноправие и это свободное волеизъявление, а не использование силовых приемов для создания видимости солидарности. И вот эта вся евросолидарность, которая, во-первых, сколачивается вот такими силовыми приемами, она еще и проявляется исключительно на фоне, или даже не на фоне, а исключительно в русле антироссийских установок Брюсселя. 11 июля подписано соглашение о создании в Кишинево так называемого Центра ЕС по поддержке в вопросах внутренней безопасности и управления границами Республики Молдова. По информации, доступной в публичном пространстве, в данном органе, ХАБе, будут работать представители силовых структур всех стран Евросоюза и соответствующих европейских агентств. В ходе прошлого брифинга мы уже комментировали планы поставок Молдавии в западных вооружений и военной техники за счет средств Европейского фонда мира. К сожалению, усилия Евросоюза и НАТО по милитаризации Молдавии, похоже, находят поддержку у определенных сил в Кишиневе. Об этом, в частности, говорил 7 июля министр обороны страны Анатолий Носатой в эфире программы «Территория свободы» на местном канале. При этом тут же было отмечено, что непосредственных угроз для страны молдавские власти сейчас не видят. Возникает вопрос, от кого тогда защищаться, и как это будет способствовать укреплению безопасности страны и ее нейтралитету. И в очередной раз хотели бы обратить внимание молдавской стороны на риски, связанные с некритическим следованием, советом и рекомендациям западных партнеров. Что значит некритическим? Это значит слепое следование. Следование, которое не предполагает анализа и которое не предполагает собственного видения ситуации. Как показывает опыт, от антироссийских санкций страдают в первую очередь народы тех стран, руководство которых их ввело. Мне кажется, это уже доказывать не нужно. Мне кажется, даже ситуация для тех, кто не верил и кто, как всегда, отрицает реальность ситуации с турбинами, возникшие между Германией, Канадой и сейчас уже и Украиной, которая в виде киевского режима туда влезла, тоже наглядно это демонстрирует. Что касается оказываемого Кишиневу содействия в военной и военно-технической сфере, то главная цель, как мы понимаем, обеспечения интересов Запада. Никакой безопасности Молдавии это не имеет никакого отношения.